Приветствую вас любители выпить. Решил я сделать перцовку, но перцовку не классическую, а пряно-ароматическую. Вот для этого у меня такая бутылочка есть, влазит в нее 800 миллилитров, то есть учитывая ингредиенты где-то на 750 у меня получится. Так вот взял я вот такой острый перец, он был очень большой, поэтому я его обрезал и возьму только половину. А если это классический такой перчик длинненький и остренький, то берем один. Ну и так как я сказал это не просто перцовка, а пряно-ароматическая, то добавлю я сюда еще целую кучу всяких ингредиентов, а именно пол палочки корицы, перец горошком пять штучек, две гвоздички, перец душистый и три сучки, кардамона такой одну штучку, щепотку мускатного ореха молотого, другого у меня не было, щепотку, забыл как она называется, тмина, щепотку тмина, пять тонких долек имбиря для аромату и пряности, вот такой вот кусочек корня колгана для красивого цвету, щепотку ванильного сахара и ну где-то 5-7 крупинок лимонной кислоты для надежности. Берем мы это все, начнем с перца. Ну перец можно так прямо и бросать, но поскольку я это в бутылку, а не в банку, то чтобы потом упростить себе жизнь и не мучиться при вынимании, то я вот так вот возьму, обрежу этот хвостик, который для меня значения особого не имеет, разрежу этот перец, чем может быть совсем удивлю тех, кто делает эти перцовые настойки классические. И вот эти вот полосочки вместе с семечками заброшу в бутылочку. Забросил. Ну а теперь все остальные инериденты, о которых я вам рассказал, просто высыплю в емкость для настаивания, в моем случае, бутылку и залью это все, как я сказал, где-то 0,7-0,8 литрами прекраснейшей, изумительной 40-градусной самогоночки. Это я смою специи с этого кусочка таким образом. Ну, лейку я промыл уже. И поскольку я сегодня много не пил, то могу попасть и без лейки. Вот, залил я вот полненькую бутылочку. Теперь возьму крышечку, которую хренов оператор у меня почему-то спер, она здесь лежала. И крышечкой закрою бутылочку, так встряхну для гарантии. И в темный шкафчик, по стандартной схеме, недели на две. Итак, две недели я не выдержал. Прошла неделя. Лизнул я эту настоечку, такую вот красивенькую, и понял, что для меня уже достаточно перец перцем, она насытилась. То есть так припекает слегка. Поэтому буду продолжать свой рецептик. Перец вот этот я выловлю, положу в баночку. Может пригодится. Вот острый перец я выловил, но только острый перец. Остальное все, в том числе имбирь и остальные пряности оставляю в бутылке. Делаю следующее. Беру паприку, но не острый уже перец, а паприку. Ну это немного, вот так вот, вот столько. Треть чайной ложечки. И кидаю туда. Но на этом, как вы понимаете, остановиться я не могу. И добавляю последний ингредиент. То есть мед. Меда я туда добавлю чайную ложечку. Вот у меня мед жиденький. Вот чайную жидкого меда чайную ложку добавляю. Размешиваю. Вот мед растворился. И закрываем бутылочку. Снова плотно, герметично. И отправляю ее еще на 3-5 дней в темное место, в шкафчик. Ну и соответственно, там как и в первом случае, так вот и в продолжении настаивания. Там по возможности, там когда каждый день, когда через день, когда раз в 3 дня. Буду вот так встряхивать, перемешивать. Итак, завершающий этап. Настойку эту, постояла она несколько дней. И ее надо профильтровать. То есть она вот такая вот, я ее перемешал, мутная. И превращаю ее в божеский вид. Вот будет она вот такая прозрачная, красивая. Вот. Либо через фильтровальную бумагу, через вату, что у кого есть. Кто как любит, так и делает. В общем, я профильтрую и будем пробовать. Фильтрация прошла успешно. Цвет получился такой какой-то желто-красный, я бы сказал. Но не оранжевый. А такой цвет солнца ясного. Мы попробуем это солнце ясное. В общем, желтенькая, с легким красным отливом. Очень интересный запах. Чувствуется запах перца. Запах перца сладкого. Запах пряностей. Поскольку, как вы помните, делал я пряную перцовку. Ну, в общем, запах хороший. Такой, как я и хотел. Перцово-пряно-медовый. Очень сбалансированный и гармонический. Ну, попробую выпью. Надеюсь, горло у меня не сгорит после этого. И язык сможет что-то говорить. Ваше здоровье. Простите, но в этот раз я должен заесть. И притом, не одним куском помидора. Ого! Теперь можно и поговорить. Что же я могу сказать об этом напитке? Напиток хороший. Остренький. Но я бы сказал, как раз вот столько острый, сколько надо, в меру. Только, конечно, надо не с помидорами, лавашом это есть. То есть, это пить. Желательно бы с салом. Потому что, когда после перца с салом заедаешь, оно же сразу стает мягко и хорошо. В общем, вкус очень хороший. В отличие от обычной перцовки с медом, здесь присутствуют какие-то пряности, что-то еще. Ну, что я могу сказать. Обжигает. Довольно нежно, приятно и хорошо. Так, что без закуси пить ее нельзя. Ну, как вариант для питья, очень и очень. В общем, я еще лимашечку бахну. А вы вот за это время подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчики. И будет вам счастье. В общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok